Меня зовут Нора Ираклина Липсвиридзе. Я живу в городе Сочи со дня рождения. Я родилась в 37 году и по сегодняшний день, за исключением лет, которые я училась в институте и в техникуме, а потом в институте, я все время живу в городе Сочи. Но фамилией Липсвиридзе, безусловно, я горжусь. Я горжусь только тем, что я помню дедушку очень хорошо, я помню отца перед тем, как он ушел на фронт. И я практически, кто в городе с этой фамилией проживает, они все достойные люди нашего хорошего, красивого города. Ну, а безусловно, когда Гриша Липсвиридзе прославил весь род, и когда знают все, где бы ты ни пришел, называешь фамилию, все думают, что ты прям очень близкий родственник. Мы родственники на самом деле, но наши родители были в третьем поколении родственники, а мы уже пошли, ну, наверное, на пятое поколение. Но очень дружим. Когда я жила на улице Гагарина, его мама все время, какие вопросы с медицинской стороны нужно было, она была консультантом семейным и помощником. Очень добрая, хорошая семья, и дай бог, чтобы Гриша до глубокой-глубокой старости имела интересное дело, которое ему подходит. К великому сожалению, я, конечно, когда пришли предки, не знаю, потому что у меня мама была абсолютно безграмотная женщина, дедушка тоже был безграмотный. Они все мне говорили, что вернулись они в 1800 каком-то году в село Пластунка. И практически этот род липсвиридзовский пошел с села Пластунка. Вот все, что я знаю. Мама вообще вышла замуж. Она сама из Грузии. Цагерский район, село Зуби. Оттуда мама приехала к своей родной сестре, которую в 14 лет выдали замуж в Сочи. И она все время плакала, что хочу сестру. А моя мама шла за ней по возрасту. И вот ее привезли сюда, и она жила у нее. Ее замуж выдал зять, тетин муж. Я хочу сказать, что нас единственный раз мама после войны возила в Грузию. Вот в это село, где бабушка еще была жива, ее мама, где тети жили. Мужчины-то все, кто ушли на фронт, никто не вернулся. Поэтому сложно. Но доброты, душевности, вы знаете, испечь просто чурек. Вот я, например, помню, как мама в грузинской этой плите в чугунных сковородках выпекала чурек, а он прям аж какой-то был пышный. Сейчас так хлеб не делают даже. И делала творог домашний, после того, как корову подойши, там заквасишь молоко, сыр домашний сделаешь. Наломала этот чурек, этот творог разложила. Всех соседей по улице Ореховой аллеи, сейчас Гагарина, а была она Ореховой аллее. Женщин собрали, тетя принесла гитару, покушали. Домашнее вино у мамы всегда было, потому что у нас был виноградник, 164 куста винограда. Я как сейчас помню. Вот наш дом, Гагарина 13, стоит в нашем огороде. Мы были первые грузины, которые попали под реконструкцию города. А вот Чайковского, Новоселов и Цветной бульвар – это был аэродром, где стояли кукурузники во время войны. Летчики приходили и говорили маме, что, мамаша, уведите эти дни к санаторию Кирова. Поднимали нас в горы, потому что должен бомбить немец, чтобы не было вас. Или же, когда им не... Вот так было много этих... Мы называли кукурузники эти самолеты. А как они правильно назывались, я даже не знаю. И хвосты порою нужно было во дворе, чтобы они зашли, некуда было ставить. Поэтому нас мама уводила. Но что мне помнится, никогда в жизни она не только нас, она корову не оставляла. Вот корову она через плечо перекинула в веревку. Я у нее сидела на шее, как самая маленькая, сестру за руку. И племянницу, вот своей сестры, которая ее забрала в Сочи, она умерла от того, что сын погиб. И она разрезала сама себе вену и приложила лист фасоли зеленый. А он же такой шероховатый, видимо, пыльный был. И у нее заражение кровью, и она погибла. И мама ее дочь, потому что зять женился через 40 дней, и она и эту дочку, девочку-племянницу с собой брала. И мы уходили к санаторию Кирова. Ну, в добрый час сказать, в наш дом бомба не попадала. А ведь я не знаю, кто сочинец и кто пожилые уже люди. Если они бывали на аэродроме, они помнят, что после войны были очень большие ямы, рытвины, куда бомба попадала, и оставалась эта яма. Ну, вы знаете, что очень запомнился мне момент, когда приезжали в каком санатории Ворошилова, мне кажется, был Сталин, Ворошилов. И они на лошадях приезжали на аэродром кататься уже после войны. А наш дом пройти мимо нельзя было, потому что по этой дороге нужно было пройти. И вот мы выбегали, дети. Мама нам не разрешала, а нам интересно, ну, Сталин, Ворошилов. И они нам всегда дарили деньги и конфеты. Вот это я помню. Я детство свое помню очень хорошо. Помню, как папа получил повестку, чтобы ехать на фронт. Как он нас пригласил всех деток и говорит, что вы должны просить. Вот птичка залетает во двор, а вы к этой птичке обращайтесь и просите ее. Нашего папу забирают, пусть наш папа вернется. Мы за этими птицами, бедные, они не могли ничего покушать. Бегали, кричали, ты нам вернешь папу, ты нам вернешь папу. Помню, как мама собирала папу в дорогу. Самая дорогая вещь у нас в семье была. Папа в брюках, вот здесь вот в маленьком карманчике носил часы. И цепочка от него у него всегда свисала. И вот эти часы, наверное, была самая дорогая вещь в доме. Почему? Потому что мама ему в рюкзак положит. Он начинает в рюкзаке рыться, вытащит и положит ее под подушку. Мама перевернет все, опять кладет туда эти часы. Ну, вот так проводили на вокзал и уехал папа. К великому сожалению, он погиб. В 41 году его забрали, ему было 31 год. Через два года он погиб, 33 года. Папа, когда уезжал, он всем соседям говорил, вот берегите мою семью. Мама по-русски совсем не умела говорить. И он говорит, если какая-то семья погибнет, то погибнет моя. Потому что она ничего не сможет сделать. А мы у мамы во время войны, я помню, в шелковых платьях бегали, в красивых туфлях. Она ходила на толчок. Она день и ночь работала. Мы в три часа ночи, дети, проснемся, к окошку подойдем. Она копает землю. Ну, огород-то был свой. И то одно сажала, то другое сажала. И она все ждала. Я это делаю для того, что когда папа приедет, и он думал, что мы погибнем, а мы были одеты, вот мужчины, которые были инвалиды, их же не забирали на фронт. И мама говорила, а вы должны одеты лучше, чем у тех, у кого папа здесь. И на самом деле мы так и были. И у меня такая черта, не знаю от кого, видимо от дедушки с папиной стороны. Мой дедушка не мог, чтобы не собрать мужчин. За стол сели, выпили вино, поют эти грузинские песни. Если три дня не было гостей, у него это траур был. И он созывал невесток своих. У него четыре сына было, все ушли на фронт. Невесток говорит, у меня нет того. Так, ты мне испеки чурек, ты мне сделай то, ты мне сыр принеси. И он созвал мужчин. Но как они пели красиво, это до сих пор в ушах звучит. И папа, видимо, был в дедушку. Моего отца звали Ираклий. А дедушка был Иосиф. Ираклий Иосифович, его имя, отчество. Где работал, мне кажется, он работал конюхом. Потому что всегда лошадей, он и его младший брат, который тоже погиб, лошадей выводили на аэродром. И нужно было их пасти, они должны были кушать. А потом, чтобы их загнать, привезти, вот они в кастрюлю насыпали зерно, и эту кастрюлю трясли, и это кроссовка, кроссовка, имена лошадей, и они приходили. Нам прислали извещение, чтобы мама пошла в военкомат. И мама пошла в военкомат. Мама была, темный волос у нее был, все. И там ей дали извещение, что папа погиб. И вот мы, дети, играем во дворе, кричим, смеемся чего-то. А мама приходит, и во дворе стояла такая деревянная скамейка. Она села, позвала нас, обняла. И говорит, что вот папа погиб. И пока она нам рассказывала про папу, что какой, я в это не верю, дети, он еще может быть живой, он может быть где-то во Франции, и когда-то приедет к нам, и она постепенно сидела. И у меня мама практически была, ни одного волоска черного, вот бывает седина у людей, она была вся просто белая. Вот, и вы думаете, она на этом остановилась? Она папину одежду всю хранила. А когда вот это она получила извещение, а у нас домик был такой, от земли две ступенечки, и коридор был. И она в коридоре выставила всю его одежду, костюмы, рубашки, и устроила похороны. Ну, типа как похороны, соболезнования. Все, конечно, успокаивали ее маму, что это только начало, может быть, они вернутся где-то в плену, ты не расстраивайся. Ну, так они ждали. Даже подумать никто не мог бы, чтобы маме сказать, Соня, ты такая молодая, интересная. Она бы, мне кажется, могла убить этого человека. Какая верность была? Где сейчас это делось? Не знаю. Маму звали Софья, а отчество у нее Софья Алексеевна. Вот представьте себе, моя мама безграмотная женщина, она работала в парке Ривьера, сажала цветы, клумбы делали. Ну, и Царство Небесное, Сергей Ильич вот часто вспоминают в городе, он был ее начальником. Мама меня на летние каникулы все время брала на работу, чтобы подносить им горшки с цветами, которые сажать, для того, чтобы заработать на учебники, деньги, там на форму. И о Сергея Ильич, я его так по-доброму вспоминаю, когда я уже заканчивала работу, к сентябрю месяц, он мне говорил, что бы ты хотела купить? Я так помню, я первый раз сказала, в пятый класс я всего перешла, я сказала, я хочу купить часы на руку. Он мне заплатил столько, что я пошла и купила часы. И каждый год, вот он когда спрашивал, я уже знала, нужно назвать то, что я действительно хочу, потому что у меня будут эти деньги. При маме парк Ривьера действительно был, ну, сад, цветы, благоухание. И единственный зеленый театр, был зеленый театр, я не знаю, концерты там шли, это не могу сказать. И сейчас Ривьера интересная, и эти детские игры, это дельфинари, и эти все батуты, где дети любят скакать, кричать и веселиться. Но меньше цветов почему-то. Я никак вот не могу аллея писателей. Она есть, но там цветов совершенно мало. А мне хочется, чтобы был тот парк. Ну, когда я была маленькая, я вообще о жизни взрослой не думала, мне некогда было. Сейчас у детей есть все, игрушки, одежда, все. А у нас не было. Мы должны были нарисовать куклу на бумаге, вырезать ее, потом платье ей нарисовать, вырезать это платье, перекинуть через плечи, а сзади должны были такие строчечки делать из бумаги. Нам нужно было думать, какие игрушки нам еще придумать. Бамбук мы резали. А для чего нам этот бамбук? Ну, в казака-разбойники играли. Сейчас дети... Но нас мама одевала хорошо. Вот при всем при том, мы одеты были. И мама такая была добрая. Вы знаете, вот что-то мы уже не носим, или выросли из нее, она другим соседям отдает, чтобы их дети это донашивали. Хотя у мамы в Грузии родственников, которые нуждались, было очень много. Я хочу еще сказать о маме. Если у меня какие-то вот эти чувства доброты, внимания к людям есть, это все мамы на заслуга. Она всегда говорила, знаете, что дети, вот если у вас есть кусок хлеба, а к вам пришел человек, и вы знаете, что у него его нету, поделись обязательно. Или вот она говорила, вот у тебя, она на Новый год, вот у грузин же есть обычай, что там яблоко дарят, деньги должны дарить. И она говорила, что вот если у вас есть рубль, поменяйте, 50 копеек отдайте кому-то, 50 копеек оставьте себе. И Бог вам завтра даст 2 рубля, чтобы вы уже по рублю разделили. Вы знаете, это с малых лет. Она вот так вот мне говорила. А когда я начала работать, она мне говорила, Нора, ну что тебе стоит, 50 рублей раздели, дай 25 рублей за зеркало брось, а 25 рублей возьми себе. А я тебе буду их копить, а потом ты кому-то хороший подарок сделаешь. При всей ее бедноте, когда мы приехали в Грузию, у них ни кранов, ни колодцев, у бабушки, у маминой мамы. Я подхожу, я говорю, бабушка, я воды хочу. Она говорит, доченька, вон в кувшине вино, наливай и пей, пожалуйста. У них вино было как вода. Мама прожила, ей было 82 года. Когда я стала работать, мама у меня была как королева. И она всегда, кто бы ни пришел, она говорит, благодаря ей, я вот живу, ни в чем не нуждаюсь. Если мне надо было, чтобы только мама намеком сказала, вот кто-то что-то купил, ей понравилось, это у нее на второй день было бы. Поэтому, ну не знаю, я когда приводила с работы людей в гости, накрывала, ну мама мне готовила, она говорит, я приготовлю грузинскую кухню, накрыла бы. И мама начинала не их хвалить, что спасибо вам, что вот моей дочери с вами хорошо работать. Она хвалила меня. Вот вы не представляете, какое вам счастье в жизни досталось, что моя дочка вот с вами работает, она такая, она сякая. Ну мама, конечно, нас безумно любила. Я когда училась в техникуме, а техникум заключил договор, видимо, с каким-то летным училищем или с кем-то, не знаю, но приходили летчики и агитировались заниматься в аэроклубе. Я первая записалась. Я была 39 килограмм, худая-худая. И когда нас привезли, ну когда с нами проводили, как парашют складывать, как стропы укладывать, все, и когда нас привезли в аэропорт, на аэродром, что мы должны были первый прыжок совершать, когда я сказала, что мне 39 килограмм, они говорят, вы будете прыгать последнее, и мы вас, ну самолет далеко отлетит, чтобы когда вас выбросить, вас ветром принесет сюда. Меня, к сожалению, ветром не принесло. И я вот этот тяжелый парашют несла на себе, пока я туда не пришла. Я всего совершила 9 прыжков. Я с собой носила удостоверение парашютиста, потому что никто мне, конечно, это не верил. Все как говорили? Ну, девочка, ну мы понимаем, что тебе хочется прыгнуть, ну что делать? Я доставала удостоверение с такой гордостью, что вот я, Липсверидзе, Нора Ираклина, и я прыгала. Я когда выпрыгнула, я пела песню «Ни кочегары мы, ни плотники». Старалась, вот нас учили, как нужно садиться на парашюте, чтобы ноги не поломать, и как стропами надо работать, чтобы развернуть парашют. А песню я спела на самой высоте. Как только меня выкинули, парашют раскрылся, и я стала эту песню петь. Это я так хорошо помню. Вот дурочка была. К великому сожалению, дети для меня все. К сожалению, я говорю, почему, что у меня у самой детей нет. Но у моей сестры было трое детей, у одной, у этой двоюродной сестры, которую мама воспитывала, у нее двое было детей. Эти дети, вот они все на фотографиях, уже их дети. И вот я, если вот во двор захожу, и со мной дети начинают здороваться, здравствуйте, я их сразу всех беру напротив хлебный магазин и покупаю там им конфеты или печенье, что они захотят. Я ребенку отказать не могу. Нет, дети это все. В доме всегда должен быть уют, в доме всегда должно быть все приготовлено. Конечно, если женщина считает, вот он ее там, какое-то ей замечание сделал, поэтому я посуду не помою, пусть она там валяется. Ну и что она хочет? Внимание к друг другу рождает любовь. Самое главное для каждого человека от самого новорожденного и до столетнего здоровья. «Если есть здоровье, тебе все хочется делать, творить, помогать людям, а если его нет, то еще не каждое лекарство тебя лечит». мое, мое, ну как сказать, счастье, что мне удается сплотить вот друзей. Я, когда одни друзья, вторые, третие, потом я им сказала, давайте мы созовем такую компанию, что будем тянуть жребий в январе месяце, кто какой месяц вытянет, в тот месяц он у себя делает компанию. Ну, мы, единственное, что январь месяц никто не тянул, это был мой месяц, потому что я всех друзей в январе поздравляю, как мама нам делала, яблоко там, всякие слова, деньги. Родная сестра мне говорит, ну, ты прямо, тебя не остановишь. Я не могу сказать, что я сильная. Почему? Потому что, ну, бывают же моменты, я переживаю, у меня что-то не ладится, у меня тоже такие моменты бывают. Ну, это нужно очень много мне сделать больно, чтобы я заплакала. Я могу заплакать, когда я одна, а чтобы был кто-то свидетель этому, не дождутся. на выдающиеся заслуги перед городским сообществом, активную общественную работу, знак высшей признательности и уважения. Звание почетный гражданин города Сочи призволено Левсвилинце, Норе и Радли. Я, во-первых, хочу поблагодарить руководство города, общественность города, своих сотрудников, кто со мной работал, что они ходатайствовали, оказывается, о том, чтобы мне дали почетного гражданина. Я вам хочу сказать, это ничего, конечно, не дает, но когда ты говоришь, что ты почетный гражданин, на тебя смотрят какими-то другими глазами. Вот моя сестра сейчас в таком удивлении, что, Нора, мы идем по городу, с тобой все тебе подходят, целуют и говорят тебе спасибо. У меня в комбинате, Москва, был коллектив 1546 человек. Это огромное количество людей. Я думаю, если 6 человек из этого количества, может быть, кого я отругала, кого я кого-то наказала. Я старалась, даже те, кто что-то нарушают, я старалась сделать им что-то такое доброе, чтобы его удивить. И он сказал, я больше вас никогда не ослушаюсь. И оно так и было. Я к людям относилась очень по-доброму. Не знаю, получалось у меня или нет, но я всегда поздороваюсь. Всегда спрошу, как у вас дома дела. Если мы узнавали, что кто-то заболел или кому-то плохо, или у кого-то какое-то несчастье, если коллектив не смог, допустим, но у нас в коллективе, вот на нашем этаже административно-управленческий аппарат, были, которые отзывались хорошо. Но я лично сама помогала. Это у грузин ведь в крови. Когда какое-то несчастье, и люди приходят, они всегда оказывают помощь, именно материальную. Ну, наставник я приму на себя, потому что большие коллективы, с людьми надо говорить, чего-то их перетягивать на хорошую сторону. Потом те времена, которые были, я вам хочу сказать, политинформации, политсоветы, весь этот материал увязывал же жизненными моментами, чтобы вроде бы люди что-то подчеркнули. Может быть, у них даже лучше, чем ты говоришь, но что-то из твоего рассказа они для себя возьмут. Самое сложное, мы все разные, какой бы ты хороший человек не был. Все мы какие-то, и у всех два глаза, один нос, но мы разные. И надо найти ту струну, которая бы совпадала с счетом. Тысячи, тысячи моментов есть на какие-то вещи, как я смотрю. Но я порой старалась уступить или сказать, а я, мое мнение, я не говорила, что ты не прав, а мое мнение, вот я бы, вот это сделала бы так. И люди меня понимали, я им очень благодарна. У нас был лучший коллектив в Краснодарском крае. Я когда возила на конкурсы нашей команды, мы всегда привозили золото, мы всегда привозили благодарности. И я вам хочу сказать, считали, что комбинат питания Москва образцово-показательное предприятие в Краснодарском крае. Я где бы ни была, я по молодости, когда начала работать, я в Комсомоле активистка была, то Комсомол награждал путевками за границу, в городской делегации я ездила. А так, европейские страны, практически, я посмотрела все. Мне 10 дней, это уже в такую тяготу было. Помню, в Лондоне мы были с делегацией, у нас руководитель была Лобанова, Лидия Михайловна была секретарем тогда горкома. И я ей говорила, Лидия Михайловна, мне бы сейчас перейти границу пешком, увидеть нашего бомжа под кустом, я бы вот так залабзала от радости, что это наш человек. Вот для меня город Сочи это все. 10 лет я была депутатом, этот пятый созыв, я не депутат. Поэтому, ну, несмотря на то, что общественной работы, конечно, много, по партийной линии, являюсь руководителем общественной приемной партии «Единая Россия». Вот те люди, которые я, будучи депутатом, кому я помогала, люди встречают и говорят, ой, вы же наш депутат. Город Сочи на самом деле очень хороший, есть чем гордиться горожанам. А сейчас он так расстроился, ну, куда еще лучше. Это дом мой, дом. А жизнь мне научила, что относись к людям так, как бы ты хотела, чтобы относились к тебе. Никогда в жизни, даже если человек плохой, злой, никогда нельзя унижать его человеческое достоинство. Я тысячу процентов любому скажу, что если вы в нем найдете, сказать о том, что ну вы же хороший человек, вы почему вот так себя ведете, по вас видно это. Наговорите ему комплименты какие-то, ну, нужно видеть человека, чтобы какой комплимент ему можно сказать. И ты его растопишь. что пишем. Музыка. 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 Продолжение следует...